Продолжают стрелять и в зоне АТО, несмотря на объявленный режим тишины. Ситуация на линии разграничения остается напряженной. Сегодня зафиксировали 11 обстрелов со стороны боевиков, причем с использованием запрещенных минометов. К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. За минувшие сутки поселок Пески стал одной из самых горячих точек на Донбассе. Боевики там применяют установку «Партизан». Это еще советская разработка прошлого века. Подается одна ракета, она направляющая и выпускается. Або сразу четыре. Ее можно погрузить на любую машину, перевезти и гахнуть. Стараются вывезти нас на 3 огня, потом стараются потушить огневые точки. Всего в Песке прилетело 19 ракет из Града. Потерь нет. Это осколок Града, чем они с нас поздравляют каждый день. Ночью подходили диверсанты противника. Вероятно устанавливать мины. Одного удалось ликвидировать. Также ночью зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных минометов. Причем боевики пытаются применять собственные технические наработки. Противник усиливает давление. За минувшие сутки применяли даже тяжелую бронетехнику. На одной из опор прямо перед наемниками вывесили флаг Украины, чтобы не забывали, в какой стране они находятся. Те же в ответ через системы радиоэлектронной борьбы рассылают сообщения нашим бойцам на мобильные телефоны. В режиме Киева конец. Переходи на сторону Новороссии пока еще живой. Вот такие провокационные смс-ки они нам присылают. В Песках еще можно найти вот такие объявления. Это приглашение на референдум. Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности в так называемой Донецкой Народной Республике? Прошло три года и вот результаты референдума. Через треснувшие от взрыва асфальт в Песках пробиваются кактусы. Они пережили зиму и холодную весну. Видимо у кого-то они росли на подоконнике еще до войны. Почти трехчасовая тишина в Песках заканчивается. Патруля БСЕ покидает район боевых действий под Донецком. Бойцы готовятся к провокациям противника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.